Боевики выпустили больше 200 снарядов и мин. В Очакове Николаевской области открыли памятник погибшим в зоне АТО морским пехотинцам. Он напоминает часовню. Установить монумент предложили военные волонтеры. А деньги на памятник собирали всем миром. И в помощи этого памятника принимали все. Независимо от национальности, независимо от вероисповедания. И первая умова была приймать помощь. Я принимал вечернюю душу. Всего этот район за время АТО потерял 19 человек. Большинство служили в 73-м морском центре боевых операций, который дислоцируется в Очакове. Их еще называют морскими котиками. И завдания, которые они выполняли, это завдания спецпризначенные. Поэтому, так скажем, одни из таких наиважших. На открытие пришли родные и близкие павших бойцов. Он был командиром группы, с ним было 10 человек. И получилось, что Саша и Юрка приняли огонь на себя, защитив еще 8-х человек своих сослуживцев. Они не дали, чтобы погибли те ребята. Сына нет, но мы его воспитали правильно. Нам очень тяжело сейчас, но он многое достиг в жизни. И то, что он был человеком и остался им до конца. Памятник морским пехотинцам, погибшим в зоне АТО, стал первым подобным монументом в Николаевской области. Германия и Австрия призывают продлить режим экстренных пограничных проверок внутри европейской зоны свободного перемещения. Это связано с миграционным кризисом. Срок действия режима истекает в середине ноября. В прошлом году связь небывалого наплыва мигрантов Австрия, Германия, Швеция, а также Дания, Венгрия и Словения возобновили контроль на национальных границах. Это подорвало основополагающий принцип шенгенской зоны о свободном передвижении и ее юридической основы. Мы хотим вернуться к шенгенской зоне, полностью свободной от проверок. Но это означает, что нам необходимо эффективно защищать внешние границы. Вот почему я считаю правильным еще раз обеспечить возможность пограничных проверок на территории Европы. Заявление министр внутренних дел Германии сделал во время переговоров с коллегами в Люксембурге. Свободное передвижение в пределах шенгенской зоны восстанавливать пока не планируют. Нужно реально смотреть на вещи. В Греции находится 50 тысяч беженцев. Много есть в балканских странах. Я сомневаюсь, что система восстановится 15 ноября. Мне кажется, что будет необходимо продление. Или же надо будет предпринять другие шаги. Руководство Европейской комиссии заявляет, хочет вернуться к нормальному функционированию шенгенской зоны уже к концу года. Хотя в прошлом месяце еврочиновники говорили, условия по-прежнему неподходящие, несмотря на снижение числа прибывающих мигрантов. Массовый наплыв беженцев привел ЕС к политическому кризису. Главный вопрос, который по-прежнему не решен – кто должен принимать людей. Многие страны, особенно восточноевропейские, отказываются признавать квоты по распределению мигрантов. Они говорят, что беженцы представляют угрозу и что преградой служат большие культурные и религиозные различия. Молодой китайский строитель стал интернет-знаменитостью в стране. Все, что ему для этого потребовалось – каждый день тренироваться на стройке, где он работает, и выкладывать видео в сеть. 23-летний Ши Шин Вэй работает на стройке в деревне Хуаншань в провинции Фудзянь. Платит ему мало, трудится 10 часов в день. Работать начал в 16 лет сразу после окончания школы. Говорит, раньше увлекался компьютерными играми. Когда начал работать на стройке, то понял, что он худой и слабый. Когда я работал и выполнял даже небольшие задания на стройке, то очень уставал. Это было невыносимо. Несколько лет назад он решил начать тренировки. Я хотел измениться. В интернете я увидел видео с тренировками. Я подумал, что этот человек отлично тренируется. У Шин Вэя уже больше миллиона подписчиков в китайском аналоге Инстаграм, куда можно загружать фото и видео. Его также приглашали на несколько местных шоу-талантов. У строителя нет современного оборудования, как в спортзале. Для тренировок он использует леса и кирпичи. А еще телефоны и своего двоюродного брата. Занимается во время обеденного перерыва и по вечерам. «Пока одни люди едят и поют в караоке, я всем сердцем отдаюсь любимому делу». Его коллеги, большинство из которых тоже его родственники, говорят. Шэнь Вэй не такой, как все. Они его поддерживают и добавляют. Ему повезло с начальством. «Упражнение – это хорошо. Можно держать свое тело в форме. Но заниматься на стройке в большинстве мест такого не разрешат. Люди так не делают. Это слишком опасно». Рабочий день окончен. Можно отправляться спать. Завтра Шэнь Вэй снова вернется сюда, чтобы продолжать строить храм и доказывать, что упорство и усердие всегда приведут к цели.